Это обращение Шамилю Галимову. У нас, хочу его публику рассказать, у нас должен был быть бой. Марте, Fight Night, он соскочил с бою. Я считаю, что меня нагло, жестко обокрали. Хоть я и выходил на этот бой андердогом, и бог с ней является моей стихией. Белорусская картошка, хватит плакать, слезами пояс не вернешь. Из свежего сториса Шовхава Тюрчаева стало известно, что его бой, назначенный на МС Fight Night против Шамиля Галимова, нам ждать не стоит. Дискать Пахан отказался от этого поединка в пользу более легких для себя противостояний. Это обращение Шамилю Галимову. У нас, хочу его публику рассказать, у нас должен был быть бой. Марте, Fight Night, он соскочил с бою, поискал легких боев, как ему предложили легкие бои, но он отказался, ушел. Если он говорит, что это не так, сам лично Камил Гаджио может подтвердить эту информацию. Я очень злюсь на тебя, честно сказать, потому что ты подъел в лигу и меня. А так, боев много, если говорить, что надо сделать, Шамиль, мы должны были, сам знаешь, встретиться в октагоне. А на вчерашнем большом турнире нашего дела произошла стычка между Мухаммадом Хайбати и Ильясом Якубовым. Так, Кривенск. Пока не до конца ясно, с чем связан данный инцидент. Но позже Перс прокомментировал, что их конфликт закрыт и стороны дали по рукам. Владислав Ковалев сделал важное обращение касательно его боксерского поединка против Тимура Никулина, выразив свое недовольство относительно решения отдать победу его сопернику, приложив при этом пруфы в виде записок судей. Прошел мой бой за пояс хардкор боксинг против Тимура Никулина, перед которым было много шума, конференций, потасовок. Все мы прекрасно знаем, что у лиги хардкор есть глобальные планы. Это дубайский ивент. Постановочный конфликт Никулина и Магомеда Исмаилова, в котором костью в горле повис именно наш бой. И чтобы не портить картину маслом, они отдают победу Никулину. Я готов поспорить с любым, что Никулин больше всех был удивлен, когда ему подняли руку. Но есть нюанс, который меняет все. У меня есть фото судейских записок, где черным по белому написано. Один судья дает победу мне, второй судья дает победу Никулину, и третий судья считает, что в этом бою ничья. В суммарном количестве по раундам я набираю большее количество очков. Вот я вам предоставлю сейчас судейские записки. Смотрите сами. Как думаете, мне дали подать апелляцию? Правильно думаете, нет. Друзья, вы все видели сами, и можете для себя решить, кто победил в этом бою. Но как быть с неоспоримыми фактами? Это с судейскими записками. Я считаю, что меня нагло, жестко обокрали. Хоть я и выходил на этот бой андердогом, и босс не является моей стихией, но я сделал больше для победы, чем сделал Никулин. И судейские записки тому подтверждение. И люди, которые видели бой своими глазами в тот вечер, это профессиональные боксеры, заслуженные тренеры. Все в один голос отдавали победу мне. Но когда подняли Никулин руку, все также были в шоке. А еще я отправлял видео боя различным тренерам, судьям, профессиональным боксерам, и просил им дать честное, независимое мнение. И все сказали, что победа в этом бою должна быть моей. Анатолий Сульянов, я обращаюсь к вам. Я считаю, что на дубайском турнире должны драться сильнейшие бойцы, чтобы достойно представлять хардкор на международном уровне. А не этот жалкий Никулин, который считает себя боксером, а по-настоящему им не является. Хардкор боксинг, раз уж мне не дали подать апелляцию по непонятным причинам, я требую пересмотра результатов боя независимыми судьями, так как пояс должен быть у настоящего чемпиона. Спорить о том, кто по факту одержал победу в этом бою, можно долго. Но если верить Белазу, один нюанс остается непонятным. А именно, почему не была принята апелляция со стороны белорусского бойца, если поединок закончился раздельным решением судей. Ждем официального ответа от лиги, в частности от самого Анатолия Сульянова. А как считаете вы, действительно ли Ковалева обокрали и кто, на ваш взгляд, победил в их противостоянии? Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в низшей ММА. Субтитры подогнал «Симон»!